Любознательным привет! Сегодня мы проследим за рождением молнии, подслушаем разговор дельфинов и попробуем сыр с корабля, утонувшего 300 лет назад. Подробности далее. Команде ученых из лаборатории по исследованию геокосмической физики при технологическом институте в Мельбурне удалось запечатлеть на пленку процесс формирования молнии с помощью сверхскоростной камеры, способной снимать видео отменного качества с высокой скоростью в 7000 кадров в секунду. Эта работа проводилась под руководством профессора Нингу Лю. Дело в том, что скоростная камера, на которую снято это видео, призвана помочь ученым лучше изучить процесс запуска и развития молний электрических искровых разрядов в атмосфере. Словом, запомните, если решили изучить физику молний, то без хорошей, высокоскоростной видеокамеры не обойтись. Ученым из Карадагского природного заповедника, который расположен в российской Феодосии, впервые удалось записать беседу двух черноморских афалин при помощи специального подводного микрофона. Оказалось, что эти разумные млекопитающие способны формировать отдельные слова и предложения, а также слушать друг друга, не перебивая. До этого момента ученые уже знали, что дельфины используют больше тысячи свистящих сигналов в различных ситуациях, но оставалось неясно, могут ли они напрямую говорить друг с другом. Кроме того, дельфины способны общаться и при помощи жестов, используя свои плавники. Военный парусный линкор Крунан, затонувший в 17 веке, не перестает удивлять морских археологов. За время, прошедшее с момента обнаружения корабля, большое количество артефактов было поднято водолазами с борта, а также непосредственно со дна морского. Во время последней по счету археологической экспедиции водолазы нашли оловянный сосуд черного цвета. Когда его вскрыли, то обнаружилось, что он содержит то, что когда-то давно возможно было сыром. Содержимое сосуда достаточно неплохо сохранилось, учитывая время, проведенное им в холодных водах Балтийского моря. В настоящее время вонючая субстанция хранится при низкой температуре и ожидает анализа, который позволит выяснить, чем питались шведские военные моряки в 17 веке. Это были самые уникальные новости науки на сегодня. Пока-пока.